Бульдозером по истории в Карабудахкенском районе сравняли с землей три уникальных памятника археологии. Специалисты даже не успели их изучить. Как объекты культурного наследия, которые существовали более тысячи лет, были уничтожены за несколько часов, узнавала Патимат Ханапова. Вот три метра, более трех метров, вот этот культурный слой, который поврежден. Это история тысячелетий, скажем так. Эту территорию на берегу моря люди обжили более полутора тысяч лет назад, основав здесь поселение, сегодня известное ученым как Маяк Городище. Однако уникальный памятник культуры эпохи ранней бронзы оказался уничтожен современными бульдозерами. Видны стены, зольные пятна и хозяйственные ямы. По всему периметру встречаются фрагменты керамических сосудов, каменные орудия и кости животных. Специалисты говорят, бывает два типа нарушителей. Те, кто специально роют, чтобы ограбить захоронение, так называемые черные копатели. И те, кто проводят строительные работы, не зная, что на месте объект археологии. Но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. В случае с Маяк Городищем объект был разрушен при строительных работах. А вот памятник археологии Ачи Сукурган подвергся целенаправленному ограблению. Археологи обнаружили пробитый варварами траншей. К большому сожалению, в нашей республике памятники археологии разрушаются не только в ходе хозяйственного освоения, но и путем целенаправленного их ограбления мародерами для получения предметов старины с целью наживы. Объект федерального значения. В данный случай далеко не единичный в республике. Это негативное явление приобрело большие масштабы. Шот идет на многие десятки объектов археологического наследия. Тем самым уничтожаются страницы нашей истории. Разрушению подверглось и улуби-аульское поселение. Культурные слои здесь были срезаны техникой доскального основания. Всего в Карабутахкенском районе, говорят ученые, разрушены около 20 объектов культурного наследия. Пугающая статистика. И остановить ее можно только ужесточив наказание, считают специалисты. Если это вопрос о ужесточении наказания, на наш взгляд, только ужесточение, только это будет иметь силу, по-другому нет. Потому что эти 30 тысяч рублей штрафа, не конфисковые металлодетекторы автомобиля, на которые мы приехали, не будут никогда иметь. В ситуацию уже вмешалась прокуратура района. Уже два дела доведены до суда. Археологи собираются извлечь из земли то, что осталось от памятников, и передать в музей. Однако это вряд ли хорошая новость. После длинных ковшей современности объекты старины теперь останутся неизученными. Патиман Таханапов, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Карабудахкенский район.